Всем привет! Вот и добрался я до кухни. Есть у меня хлеб, есть у меня вот такая смесь яичная. Скажу тебе, что это яичная смесь. Что тут я говорить не буду. Это мой фирменный секрет. И сковородка с маслом уже нагрета. Сейчас берем, чайник уже даже степел, берем вот так вот, обмакиваем с каждой стороны, с каждой стороны и выкладываем. Потом следующий кусочек вот так вот, оп! Хлеб, конечно, тонкий, порвется. Сюда можно маленький кусочек, у нас есть еще один. И вот так вот обжариваем. Тесто стоит. Я так ничего не делаю с ним, еще пока не знаю, что делать. А как, не знаю, пирог хотел. Я думаю, или пирог, или что. Не могу понять, что делать, короче. Не знаю. Сейчас пока хлебушек пожарю, чтобы с девками перекусить. Может, будут. Надеюсь, когда будет, а сох он, вряд ли, наверное. Не знаю. Посмотрим. Как-то так. Посмотрели сейчас какое-то кино. Я уснул, потом проснулся. Короче, такой день уже вечерок. Надо поужинать чем-нибудь. Пришел на кухню, короче, буду что-нибудь изобретать. Вот мои первенькие. Жирные только. Первые очень жирные. Масло столько. Ммм, вкусные эти бомбочки. Попробуем сейчас. Ммм. Ммм. Изумительно. Даже соли не надо. Я думал, соли добавить. Ммм. Ммм. Просто изумительно. Чесночок, укропчик. Бомба. Вот оно, все прелести. Скажете, куда делал остатки? Не скажу. Это секрет. Но мы не ели ничего. Это я вот столько всего пожарил. Из остатков я делаю секретный ингредиент. Его я показывать не буду. Все, сейчас зову девок. Сядем, перекосим. Я не знаю, буду я что готовить. Не буду. Не знаю еще. А люди написал. Может она сама там хочет какое-нибудь изысканное блюдо. Я так чисто марашу на кухне. Готовы увидеть остатки. Вот они. Я их просто порезал на куски, на квадратики. И все вместе обжарил. Вот такая красота. И все, чтоб не заморачиваться. Еще вилочкой. Хоп, хоп. Там в соусец, в кетчуп. Захотел, макнул, поел. Чай. Алисе. Софи. Ну и себе. Все. Сейчас будем пить чай. Все, поели. Чай попилим. Ну что, я вам скажу, что хлеб Никому не зашел. А вот второй хлеб, как я нарезал. И все вместе пережарил. Он зашел. А первый нет. Вот так вот. Не доели даже. Мы куда-то. Так перекусили, чай попили. И все. Все. Я не знаю, что делать больше. Скукота мертвая. Сейчас пойдем кинчика будем, наверное, смотреть. Валят. Ничего особенного. Все с цветами сегодня идут. Сегодня 1 сентября. Кстати, с 1 сентября у вас День знаний. У нас уже дети сходили в школу. Принесли, наверное, двойки. Домашку, говорят, еще не задавали. Так не знаю. Ладно, включимся сейчас. День 2. Пупсики мои. Как вы думаете, где мы? Смотрите, какие ронеточки, да? Большие. Мы в центре. Поле делает слово. В центре мы вон. День города сегодня у нас. 2 сентября. Приехали. Пройтись. Сейчас все детские мероприятия такие. Одни дети. Ходят, бегают. Я отошел покурить. Ходим. Наши там вот мыльные пузыри пускают, да яблоки в карамели едят. Как-то так. Вон лошадки поехали на день города. Зачем тебе? Посмотри. Что тебе посмотреть? Сейчас будут детей за бабки катать. Сейчас будут детей за бабки катать. В гостях мы на даче. Пью киселек. Ходим цветы рассматриваем. Какие здоровые. Такой неговский красивый цветочек. Басик убрали. Все убрали уже. Батут убрали. Все готовятся к зиме. Приехали к нам. Теперь уже. Малину подрезать. Подрезали цветы. Хранят. Как ни в чем не бывало. Растут кустики. Главное растут. Выросли как бы все, можно сказать, сентябрь. И они такие набухают. Пышненькие такие. Становятся. Странно как-то. Эх. Не помните, куда мы тут закапывали эту конфету? Где тут отверстие? Где-то вон там внове что-ли. Кто-то нормально так отдыхает. Мясо жарит. И день города. Чего не отдыхать-то? Чего не жарит? Вот. Вот. Вон эти. Которые в куче лазят. Ходят. Все такое сыроватое. Влажноватое. Что там с моими сосенками. Капусту они не едят эти собаки. Стоят нормально. Стоит же. Стоит. 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 Я садил вот-вот. Все уже желтеет. Плантация. Клубники. Ну не до хера мы собрали в этом году. Конечно. Ни до хера. Что у нас скачком насос никто не достал. Провод лежит. Значит все нормально. Все. Мне-то наверное успокоилась. Клубнику проредила свою. Ой. Клубнику. Малину. И травчик-то немного вырос. Клевера конечно хоть отбавляй. Немеренно. Просто. Шаримся по даче. Это вон вообще нормалек. Садил. Тоже вырастет здесь такое. Сосинка красивая. Нормально за забор. Вколотили. Гвозди. Я что-то никогда не обращал внимания. Вот тут на туре. Гвоздь. Клубочка. Белого. Белого. Или как он раньше назывался. Модный такой. Вы не подскажете мне почему сосна желтеет. Хотя наверное гугл мне подскажет быстрее чем вы. У нас такой большой сосны не будет. Комментарий. Слышишь? Да. У нас еще больше будет. Угу. Маленькая будет. Декоративная. Маленькая будет. Может подрезать ее будет. О, водичка есть. Может подрезать ее собралась. Чисто хоп-хоп, чтобы они не росли. Но нет. Да. Метра два с половиной хватит. И все. Вот до забора. До того. Ну вот который прямо стоит. Ну как раз два с половиной. Он не выр. Какая-то небольшая. Это два с половиной есть. Два с половиной три метра хватит. Такие кустики. Что нормально будет. Вот это сосенка. Сколько он? Я? Метр восемьдесят, да? Метр восемьдесят. Сто пятнадцать килограмм. Ну вот. Еще. Еще метр. Еще метр и все. Да. И хватит. Она почти три метра будет. Нынче пропустили эту. Можно побольше даже. Не надо побольше. Цена большая не надо. Ну пусть они будут. Нет они будут, но они будут все. Угу. Ну. Опиздал. Боятся меня. Что ты? Боишься меня что ли? Боишься? Один. Один у них нормальный. Один с икло. Один такой еще дерзкий. Как пуля резкий. Что пузыреплодник собираешь? Нет. Угу. Я думал пузыреплодник. Надо знать, что мне посчитать примерно сколько метров. А как это сделать? Это сделать шагами. Забор. Раз. Два. Три. Четыре. Семь. Восемь. Девять. Одиннадцать. Днадцать. Тринадцать. Четыре. Шестнадцать. Четыре. Соткать. 50 60 метров 60 метров короче длина нужно было неплохо 60 и ширина померяем с вами 78 18 18 ширина 60 длина нормально где-то 20 на 60 на черную траве и они убирают я специально вот ирга садили мы вот они-то я засыпала чем зачем за травой вот не помирает вот вот это то как будто нет и пузыреплодник еще или как он там мой пузыреплодник я сейчас все пузыреплодник не пузыреплодник а это скажите рябина листник он что-то я них как почернел восстановить черт херня ходит и облепиха у нас еще растет анюта выявил облепиху а зачем ты насыпаешь по-русски не мульча как будто я знаю красотища мне нравится по такими деревушками как деревне лавочка поставил из-за этого я хочу сосны нормальные чтобы там и сделать не боится или ходит цвета поменяли это же пузыреплодник вот так боярышник тоже будет кустиком кустиками все будет короче удобрение женщин заезжали в магазин анютка купила удобрение на осенние универсальное все был бы что-то будет тут и вода кончилась нормально что ты ко мне пришла иди сюда все уезжаем десеточка стоит пока еще это сжечь можно срезай до завтра ну пусть дома хоть постоят посмотрим хоть на них полюбуемся вот эти яркие все можно собрать вот эти тоже можно взять вот так по несколько красненькие вот эти дома распустятся нет почему который вот уже вот этот он распустится если ты его вот так вот без корня срежет он распустится вон этот хмель один хмель у нас только только один хмель у нас выжил короче ладно все поехали ну все как то что укроем чем пеноплексом все соседи картошку выкопали картошку копаю такая нормально ну вот сейчас соседи были чай пили нормальная картошка я посмотрел у этих не знаю как пойдет соседи сделали дырку он сами заделали видишь он поставили вот поставили палку от собак до собаки тут ходили сделали не но они ее забили доску нормально забита и вон та убрана гонял гонял они поняли вот почему орем на собак но не бьем пока нельзя животными плохо обращаться как говорят они шкодили тут да и зачем столько собак не знаю придумали тоже на людей главное можно набрасывать грызть людей отстреливать нельзя ладно все до дома до хаты всем пока в этом году я не знаю до 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 Продолжение следует...